Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите. Впервые без поражений футбольный клуб «Рязань» завершил первый круг чемпионата России. Борись и побеждай. Олимпийская борьба популярна и в нашем городе. Побеждать одним ударом в «Рязани» прошел турнир региональной федерации стилевого каратэ. Ну а теперь обо всем по порядку. Начнем нашу сегодняшнюю программу с обзора прошедших на этой неделе спортивных событий, в которых принимали участие рязанские спортсмены. Футбольный клуб «Рязань» завершил первый круг чемпионата России по футболу среди команд 2-го дивизиона «Зона Центра» без поражений. В первом матче с лидером нынешнего розыгрыша «Воронежским факелом» рязанские футболисты сыграли в ничью 0-0 и таким образом закрепились на втором месте. По итогам первого круга футбольный клуб «Рязань» в 15 матчах одержал 9 побед и 6 раз сыграл в ничью. В активе у нашей команды 33 очка, что на 4 меньше, чем у лидера дивизиона «Факела» из Воронежа. Маленькое чудо совершили в очередном матче чемпионата высшей хоккейной лиги хоккеисты хоккейного клуба «Рязань» на льду Дворца спорта «Олимпийский» 14 октября. Уже в дебюте встречи они уступали 0-3, но в итоге сумели не только отыграться, но и добиться первой в сезоне полновесной домашней победы 4-3. Хоккейный клуб «Рязань» вернулся в пятерку сильнейших. У команды на данный момент 24 очка. Для сравнения у лидирующей сырарки 29 баллов, а у идущего 11-м «Сокола» 21. Проще говоря, плотность турнирной таблицы по-прежнему высокая. Чтобы не затеряться в череде команд, а подпирающих снизу, горожанам надо побеждать. Юный рязанский каратист пробился на первенство мира в категории смерти. Представители Рязанской области завоевали две медали первенства России по кумите Кео Кусинкай. Об этом сообщили в региональной федерации. Ордем Груздов стал победителем в так называемой категории смерти – абсолютной. Успех в сватках с опытными и титулованными соперниками принес ему не только золотую награду, но и путевку в сборную России на первенство мира, которое пройдет в декабре в Москве. Бронзу в самом легком весе завоевал Иван Лакеев. Еще один рязанец Сергей Куренков, дебютировавший на соревнованиях такого уровня, потерпел поражение во втором поединке. Тем не менее, все трое в конце месяца отправятся в Тамбов на первенство Центрального федерального округа по кумите. Здоровый образ жизни, и это общеизвестно, лучше пребывать с малых лет. Во многие секции, в том числе где обучают боевым единоборствам, с недавнего времени стали брать ребят младшего школьного возраста. И такой эксперимент дает свои положительные результаты. В Рязани прошли соревнования наших молодых бойцов каратэ, которые вскоре будут по-джентльменски выяснять отношения с оппонентами из других клубов. Точность и стремительность атаки, отточность каждого движения при выполнении специальных комплексов, суровое изящество боевых форм. Все это присуще даже тем, кого за пределами зала называют малышней. А здесь все равны, все бойцы, все товарищи по команде. А участвуют, я смотрю, самые младшие у вас? Да, как всегда традиционно, самые младшие у нас 7-летние, самые старшие 14-летние, 7-14 лет, то есть дети юноши. Каратэ в очередной раз зарекомендовал себя как самый демократичный вид спорта, от мал до велика, такова возрастная линейка каратэ. Несмотря на стремительность в схватке, здесь никогда не бывает серьезных травм. Это обусловлено правилами поединка. И, наконец, главное, философия пути каратэ заключается прежде всего в воспитании достойного члена общества, патриота, защитника. Потому, наверное, родители приводят в залы даже самых маленьких ребят, мальчишка, девчонок. Тот, кто пришел в зал, уже никогда не свернет, скажем, в подвал наркоманов. Главное, чтобы спорт этот или любой другой был массово доступен для ребят. И не на словах, а на деле. Мы уже провели в течение всей недели по всей федерации внутренние соревнования, именно по физподготовке, приравняв их немножко к нормам ГТО. То есть мы это сегодня не показываем, но на самом деле мы это провели. И этих ребят на следующей неделе уже будем награждать. И у нас очень поразительно было то, что, например, выискались такие дети, как 6-5 лет, которые отжались, или пресс в совокупности больше, чем мальчики или девочки 10-11 лет. То есть если мальчик, например, который отжался в 6-летнем возрасте почти 60 раз. Сейчас в Рязани появляется все больше парковых и дворовых спортплощадок. Это верное направление развития массового спорта, оно уже приносит свои отличные результаты. Вопрос в том, что сейчас нужно сделать доступнее и школьные спортзалы, которые, образно говоря, обладают большим потенциалом. Там можно сформировать целые комплексы для семейных занятий спортом. Там могут проводить занятия тренеры, воспитываться целые дворовые команды. Тем более, что у школы со своими залами действительно находятся в шаговой доступности. Спортзалы учебных заведений надо максимально использовать. Тогда и нормы ГТО станут действительно нормами, а не прописанными в документах результатами, достичь которых способны только самые целеустремленные. Во многих регионах работа в этом направлении уже ведется. А уж ответственные руководители должны понимать, что отставать сейчас – это значит всегда оставаться в роли догоняющего. Сейчас готовятся к сдаче нормативов ГТО школьники по всей стране. Одна из норм – это умение плавать. В Рязани школьники будут готовиться к сдаче этого теста, в том числе и в бассейне мед. университета. В бассейне Рязанского мед. университета «Аквамед» помимо студентов занимаются и ученики из соседних школ, а также просто жители Рязани. Таким образом, руководство ВУЗа старается помочь укрепить здоровье горожанам, предоставляя сеансы плавания в удобное время. А недавно заключена договоренность еще и с управлением массового спорта Рязанской администрации, чтобы бассейн «Аквамед» могли посещать люди с ограниченными возможностями. Мы благодарны ректору университета Калинину Роману Евгеньевичу, который предоставил время занятий на воде совершенно бесплатно. И тут занимаются дети не только общеобразовательных школ, детских спортивных школ, но и люди с ограниченными возможностями. Мы открыли новое направление в работе – развитие адаптивных видов спорта. Поэтому приглашаем всех принять участие и заниматься плаванием. По словам Марины Кощеевой, в нынешнем году тренироваться в спортивной секции пришло намного больше ребят, чем в прошлые годы. В этом году у нас рекордное количество записавшихся детей в детскую спортивную школу. 3492 ребенка. Из них 220 детей записались в детскую спортивную школу «Волна», где развивается именно плавание. Что ж, приятно, что массовому детскому спорту уделяется такое пристальное внимание на всех уровнях власти. Количественные достижения, несомненно, должны перейти и на иной качественный уровень. Вполне возможно, что вскоре имена этих вновь поступивших в спортшколы рязанских ребят зазвучат на международных стартах, в том числе и на Олимпиаде. Одним из таких массовых олимпийских видов спорта в Рязани является греко-римская борьба. На неделе чествовали двух победителей чемпионата мира по этому виду борьбы среди людей с поражением органов слуха. Ими стали воспитанники спортшколы «Антей» Иван Никоев и Богдан Жуланов. Чемпионат мира проходил в Ереване, и там на борцовских коврах рязанцы одержали победы в своих весовых категориях. Ребята занимаются борьбой уже около восьми лет, причем в секцию пришли сами. Спортсмены и их тренеры получили заслуженные награды от работников из отдела массового спорта и физической культуры Рязанской городской администрации. Греко-римская борьба – это олимпийский вид спорта. В Рязани она уже давно и по праву стала одной из любимых дисциплин у молодежи. Очевидно, что спортивная борьба развивается семимильными шагами. Сами видите, народу очень много, много очень ребят и девчонок занимаются нашим видом спорта. Ну и каждый год мы делаем набор в секции борьбы, и с каждым годом увеличение состава и как тренерского, так и учащихся спортивной школы нашей. Также наша федерация занимается развитием борьбы не только в городе Рязани, но и в Рязанской области. Нами были открыты спортивные школы в городе Спаске, в Клипиковском районе, в городе Захарова. И в дальнейшем, я думаю, что увеличение школ будет больше еще. Вольная борьба отличается от греко-римской в основном тем, какие части тела задействованы в поединке. В греко-римской борьбе разрешается захватывать соперника только выше пояса и использовать для захватов и атаки только руки. В отличие от греко-римской вольной борьбе разрешается выполнять подножки, подсечки и захваты за ноги. В портере допускается переворачивать соперника на спину, используя для этого любые захваты, обхваты и действия руками и ногами. Греко-римская борьба требует большой силы торса, и она не получила широкого распространения среди женщин. Поэтому, если говорится о женщинах, то в наименовании этого вида спорта часто опускается слово «вольное», называя ее просто «женской борьбой». Несмотря на многовековую историю, прошлым летом чиновники из Международного Олимпийского комитета неожиданно для многих любителей борьбы решили исключить этот древний вид спорта из программы «Игр» ввиду якобы своей незрелищности. После возмущения спортивной общественности смены руководства Международной Федерации оставили борьбу в покое. Но, как уверяют специалисты, теперь это совсем другая борьба. Очень все поменялось. Вернули правила, которые были приближенные, когда еще в Советском Союзе. То есть вернули динамику борьбы. До этого правила сделали таким образом, что слабый мог победить реально сильного. По жребию. То есть были такие тонкие моменты судейства, где судья мог повлиять очень на исход схватки. Сейчас это максимум убрано. То есть схватка строится уже таким образом, что реально тот, кто человек функционально подготовленный, технически подготовленный, тот и выигрывает. Это нюансы такие по правилам соревнований, скажем так. Поэтому на сегодняшний день на 100% борьба стала зрелищная. А то, что было раньше, все это в прошлом. И надеюсь, больше такого никогда не повторится. Практически второе дыхание, да? У борьбы? Ну да, ну можно, наверное, так назвать. Второе дыхание. Ну а прошедшие соревнования в очередной раз показали, что вольная женская и греко-римская борьба пользуются в нашем городе огромной популярностью. А количество детей, занимающихся в секциях, растет с каждым днем. Скажем так, поражает тот факт, что дети, если брать еще несколько лет тому назад, именно маленькие дети, да, которые вот новички, вот, где-то были еще неуклюжие какие-то. То есть, как бы, ну, такая вот борьба детская. На сегодняшний день уже видим, дети вот такого возраста показывают очень зрелищную борьбу. Вот, особенно девочки. То есть порадовали очень девочки. Просто вот очень приятно смотреть. Хоть есть, конечно, такие стереотипы, что якобы борьба не женский вид спорта. Но я думаю, те, кто сегодня вот пришли посмотреть на эти соревнования, вот, и я думаю, вот, любого, наверное, зрителя спросить, кто больше понравился, ребят или девочки, на сто процентов уверен, что скажут, девочки намного зрелищнее борются. Девчонки, несомненно, молодцы, впрочем, как и ребята. И все они уже в столь юном возрасте знают, какой он вкус победы. И готовы тренироваться изо всех сил для того, чтобы побеждать. Скажи, пожалуйста, что нужно, чтобы побеждать в этом виде спорта? Как ты думаешь? Техника, скорость, сила. Сила, уверенность. Ну, только верить в себя. Захотеть надо. Верить в себя. Ну, тоже верить в себя и силу. Бороться. Выходить на ковер. Мы любим борьбу! Борис не побеждает! Совершенно напрасно думать, что борьба – это сугубо мужской вид спорта. Девушки не готовы уступать парням, и порой женские соревнования даже более зрелищны. Женская борьба вольного стиля – это довольно молодой вид спорта. Первый чемпионат мира прошел в 1987 году в Норвегии. В нем приняли участие 47 спортсменок из 9 стран. Сильный импульс для развития женская борьба получила после включения ее в программу летних олимпийских игр в 2004 году, став таким образом третьим женским олимпийским единоборством после дзюдо и тэквондо. В Рязанской области женская борьба начала активно развиваться после Олимпиады в Афинах, когда была организована профильная федерация. История женской борьбы напрямую связана с двумя видами спортивных единоборств – вольной борьбой и греко-римской, то есть классической. Однако опытным путем выяснилось, что греко-римская борьба для женщин не вполне подходит, ведь этот древний вид единоборства требует очень большой силы торса. Все захваты и броски соперника здесь производятся только руками. В силу физиологии эффективно проводить приемы борьбы греко-римского стиля у женщин не получается. В вольной же борьбе разрешается выполнять подножки, подсечки и захваты за ноги, а в портере допускается переворачивать соперника на спину, используя для этого любые захваты, обхваты и действия руками и ногами. Физиологически, да, девушка в женской борьбе, все равно мы отличаемся по силе. Если мужские приемы где-то можно включить в физическую подготовку силу, то в женской борьбе больше гибкость, где-то эмоциональный фактор, поэтому в этом направлении надо работать. Мнения о женской борьбе до сих пор неоднозначны. Многие специалисты считают, что этот вид спорта весьма травмоопасен. Еще одним препятствием является общественное мнение. Ведь, как думают многие люди, борьба – это отнюдь не женское дело. Впрочем, сами спортсменки с этим не согласны. На сегодня это все. Будьте спортивными, будьте активными. И пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА